Откуда же у него болезнь? А теперь пробежимся по мату. Потому что я же как позиционировала начало своего разговора, что исцеление — слово. Но нужно знать, что нас калечит, для того чтобы понять, что же нас исцеляет. Так вот получается, что всё, что относится к мату, в большинстве случаев, — это половые органы. И получается, когда мы произносим с негодованием, с обидой, с каким-то остервенением половую орган, то есть мы рушим всё, что связано с половой энергией и у себя, и у человека, который в нашем поле. Причём если вы думаете, что это чисто собеседник, на кого полетел звук, чисто звуковая волна, то нет. У нас есть такое понятие, как поле формы. Когда мы что-то произносим, что-то думаем, у нас на тонком плане вот такие шарики из головы. Ну, если это хорошая мысль, то из височной части вылетает такой шарик энергоинформационный, маленький, большой, но в зависимости от того, как долго человек думал над этой мыслью, как он её отпустил. Потому что только ты отпускаешь мысль, она уходит из головы. И чаще всего обычно на реализацию. Недореализованная мысль, как интересно, вот вы замкните комнату и посмотрите, что будет. Появится у вас пыль или нет? Нет, потому что пыль чаще всего — это признак негрязи. Не потому что там вещь какая-то разложилась, ну, якобы там ткань, частички ткани, или мы мусор с собой принесли на ногах. Нет, это недоматериализованные мысли. То есть получается, когда мы что-то произносим, мы в поле своей мысли, в поле своего энергетического заряда поражаем всех и вся. А в силу того, что мы живём скучно, то есть у нас, получается, и дети в нашей квартире, и соседи вверху, внизу. И это поле формы, оно постоянно, бесконечно облучает. А вот смотрите, какая интересная штука. Вообще считается, ну, это во всех источниках, и, в принципе, и в нашей традиции землян это было, что половая энергия самая сильная. Вот вспомните, да, что любовь, например, если ты любишь человека душою, то, естественно, ты настолько его обнимаешь, этой энергией, что бережение абсолютное. Может машина разбиться, он останется живой. Там, например, у кого-то кто-то заразился, там, какой-нибудь бронхолебочной ерундой, которую сейчас распуляют химтрейлами, а он нет, да, то есть всё хорошо. То есть наша любовь, наша энергетика, наша абавь, правильное название, любови, да, это совокупность девяти и любови по всем энерготелам называется абай. И вот получается в данном случае, что когда мы вот этой энергетикой слова разрушаем, то есть матом мы разрушаем половые органы, мы уничтожаем самую мощную силу, которая есть у всех. И отсюда вопрос, почему такое количество больных детей рождается, почему наши дети охередают с возрастом. Именно потому, что с возрастом они больше и больше копят в себе потенциал этой ругани, которую делают взрослые. А кто с возрастом начинает в этой парадигме, в которой мы все находимся, ругаться так, как ругаются все. То есть получается, мы наделяем отрицательным смыслом самое святое. То есть получается, что детородные органы, они созданы не для того, чтобы ими ругаться, а для того, чтобы они рожали светлых, высокодуховных детей, сильных, мощных, здоровых. То есть мы убиваем свою нацию, убиваем себя именно матом. Вот я не знаю, долетело это до вашего сознания или нет, потому что я уже прям как попугай. Вот если когда-нибудь доходит вопрос до этого момента, я всегда об этом говорю. Просто если ты не знаешь, что тебя калечит, ты потом можешь говорить, какой я несчастный, у меня ни семьи, ни денег, ни здоровья. А всё почему? Потому что у нас всегда энергетика копится. Любая энергетика, она копится, если ты никак с ней не работаешь. И отрицательные смыслы в организме, они копятся. Уже сколько было сказано по поводу гаваха. То есть это отрицательные эмоции, отрицательные события, через которые мы проходим, и этот осадок остаётся в нас. То есть получается, что всё, что связано с руганью, это вообще должно исчезнуть из нашего лексикона. Дело в том, что в нашей традиции в принципе вообще не было слов с отрицательным смыслом. Представляете, не то, что ругани, а слов с отрицательным смыслом. И обнаружено исследователями, что если в языке накапливается более 10% слов с отрицательным смыслом, происходит война. Либо, например, какая-нибудь там бунч, или что-нибудь в стране, какие-то реформы сумасшедшие, или восстание, или резкая заболеваемость каким-нибудь вирусом. То есть получается, мы как клеточки организма Вселенной, когда мы начинаем быть онкологией, происходит обязательно что-то. Потому что если ты копишь, это выстрелит. Так не бывает. Это всё равно, что по чуть-чуть, каждый день съедать яда. То есть через некоторое время накопится яд, и человек умрёт. Вот здесь с матом вся та же самая песня, со словами с отрицательным смыслом. Есть страны, в которых даже слова «нет» отсутствует. То есть получается, что у нас сейчас, да, остался наш праязык, землян, русский, вообще все близкие языки к русскому, это всё очень похоже на наш праязык Даванагари, но он настолько изурочен и настолько много слов с отрицательным смыслом, что то, что мы произносим, нас обязательно снизводит до животных. То есть мы не можем эволюционировать. Вот был вопрос до начала эфира, а вот как же, да, вот мы такие все прекрасные, у нас открывается видение, а потом или ещё там что-то, да, у нас какие-то интересные ситхи открываются, а потом раз — они исчезли. Да потому что мы все в общем поле живём. Если вы находитесь в поле людей, которые бесконечно брюзжат, рассказывают, как всё плохо, вот у нас там, значит, спецоперация, ещё какое-то, вы знаете, что всё это закончится, если однажды утром мы все проснёмся и перестанем употреблять слова с отрицательным смыслом? Я уверена в этом, просто на 100%, потому что система работает через наши отрицательные эмоции, потому что мы их излучаем, мы постоянно брюзжим, мы всё время недовольны кем-то или чем-то. И вот это недовольство — это проявление, это отток бесконечной энергии. А как может что-то устояться и проявиться на уровне энергетики, если мы постоянно плюём в колодец, с которого пьём? Поэтому если вы хотите перестать болеть, изменить свою физиологию, преобразиться, как минимум нужно выбросить мат из своей жизни и как максимум вообще перестать употреблять слова с отрицательным смыслом? Вы знаете, вот есть люди, которые лучше промолчат, чем откажут. Или, например, откажут так, чтобы ты понял, что это даже не отказ, а одолжение такое, что всё будет лучше даже, чем ты думал, если сейчас это не произойдёт. То есть у нас сейчас должен измениться не русский язык, а наше отношение к тому, что мы делаем, как мы произносим. Иначе слово и буквы, даже те, которые мы пишем, нас не способны. Вообще, на самом деле, для того, чтобы вспомнить себя, какие мы были, существует прекрасная методика. Я буду акцентировать внимание в своём разговоре на слове «методика», для того, чтобы вы либо записывали, либо смотрели на время, потом, когда в записи выйдет данное видео, чтобы вы могли вернуться и потихонечку это всё просмотреть, прослушать, законспектировать, может быть, кому будет интересно. Так вот, методика самая простая, называется тавтология. Сейчас тавтология — это якобы повторение чего-то. И опять же, это слово наделяется отрицательным смыслом. Вот что же такое тавтология? Если вы будете повторять какое-то отрицательное слово, то есть слово с отрицательным смыслом, естественно, вы будете бесконечно копить некий отрицательный потенциал, который ввлится в неуправляемое какое-то событие. Что потом случится, непонятно. Либо полезен, либо какие-то тяжёлые отношения, может быть. Потому что у нас есть такое, что-то случилось, и у человека есть слово, которое он даже бессознательно на рефлекторном уровне повторяет. Например, слово «ужас». Вот вспоминайте, какое количество раз вы его произносите, например, в течение недели. Или там, ну какой-нибудь, да, вот сейчас у нас спецоперация, вот всё муссируют, муссируют, муссируют. И вот начинается, что вместо того, чтобы выправлять свою жизнь, начинает муссироваться вот это повторение одного и того же. Но сама суть тавтологии — это произношение в медитативном состоянии родения какого-то слова, которое имеет, мало того, что позитивный, положительный заряд, а во-вторых, оно старое. Потому что у нас сейчас очень много слов новоделок. Раньше у нас был аббревиатурный язык. Вот вспоминаем, у нас ещё совсем недавно «Аз, Боги, Веди, Добро, Есть». И вот это вот всё было. И каждая буква, она имела смысловую нагрузку. И когда я произносила незнакомое для вас слово, естественно, оно для вас было понятным, потому что каждая буква, она уже была нечто такое, что самостоятельно проявлялась в этом мире. У нас сейчас А, Б, В, Г, Д. Слава тебе, Господи, что ещё осталось такое у нас, как некая генетическая память, когда мы начинаем букварь открывать детям, и рядом с буковкой есть какой-то объект, например, А, арбуз, В, ворон, В, ворон и так далее. То есть хотя бы так, уже хотя бы так. Потому что сейчас методики, которые льются, например, из-за границы, они все уже всё. Там только фонемы, там только буквы, ничего, никакой символики. То есть нет ассоциативного мышления, нет понимания, что объект с буквы как-то связан. Как только разрубится эта связь, считайте, пиши пропало. Потому что у нас всегда язык был образный, обязательно. Поэтому то, что мы потеряли, это великая вообще потеря. Но надо это всё возвращать. Но мы ещё к этому вернёмся. Так вот, что такое тавтология? Тавтология, она на повторение. То есть что такое родение, я уже рассказывала. Это длительно заикарённое благое состояние. Ну, например, состояние радости. Мы можем его вызвать даже когда нет предмета радости. То есть событие, которое у нас связано с радостью. Но как это делается? То есть вы вспоминаете радостный момент. Вот даже можете фотографию открыть, приятную, хорошую, например, в какой-то праздник, где было вам приятно, весело, радостно. И вот глядя на эту фотографию, обязательно появится улыбка. Раскачивайте это состояние. Или, например, вспоминайте какое-нибудь событие прекрасное, которое было в вашей жизни. И раскачивайте его до того момента, пока у вас не поднимется вновь шквал эмоций. Это и называется родение. Удерживайте его в максимальный долг. И вот в этом состоянии произносите то слово, которое является, ну, например, сакральным каким-то, длительно существующим, то есть старым, старославянским. Что угодно. Но таких слов у нас в русском языке достаточно много. Или имена лучше не повторять, потому что у нас чаще всего имена, которые сейчас есть, они не имена, это клички. То есть Алена, Петя, Вася — это клички. Это ничего не значащее с точки зрения энергетики клички. Ну, а в именах сейчас много информации. В принципе, я дублировать это не буду. Так вот, получается, что когда мы произносим, то есть мы можем в расслабленном состоянии сесть, лечь, но обычно люди, если лежат, они засыпают. Вот наша задача — выйти на постепенное, монотонное повторение этого слова для того, чтобы что-то всплыло. По практике знаем, что где-то через полчаса повторений, если ты сидишь с закрытыми глазами, начинают мелькать картинки, связанные с этим словом. То есть это идут оказиты, идут образы, которые являются древними, значимыми. То есть вы можете через эту практику вытащить всё, что связано с этим словом. Если, например, вы знаете, что по родовому каналу что-то, у вас там такое слово, фамилия, например, или ещё что-то, что значимое, и вы можете взять этот предмет, который достался, например, от бабушки, от прадедушки, ещё от кого-то, и глядя на него, заниматься тавтологией. То есть вы и визуализируете, и повторяете это слово. Очень часто люди на уровне тавтологии вспоминают свою прошлую жизнь, реально вспоминают свою прошлую жизнь, с подтверждением. То есть они находят, значит, у нас же перепись населения, она давненько делается, и вот они находят в архивах себя, когда они родились, они приходят к родственникам, если сохранились фотографии, они сначала составляют описание себя, описание того, где они как жили, и потом эти подтверждения находят. То есть это не выдумка, потому что у нас сейчас очень много чего, это техник гипноза регрессивного, когда человеку наговорят, что ты там и король, и принцесса, и ещё там кем-то был в прошлой жизни, а на самом деле ничем таким там и не пахло. Но обычная, замечательная, прекрасная, счастливая жизнь была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok